Каждый, наверное, слышал оборот the is, the ra, но не каждый знает, как на самом деле употребляют этот оборот носители. Об этом и поговорим сегодня. А еще о том, как использовать этот оборот на более сложном уровне и в разных временах. С вами Вероника и Puzzle English. В школе у нас была такая поговорка, the is, the ra переводится с конца. И это, кстати, очень полезно, потому что действительно так смысл становится понятнее. Сейчас на экране вы увидите, как образуются утверждения, вопросительные и отрицательные предложения с the is, the ra. Если вы сомневаетесь, правильно ли вы помните или употребляете этот оборот, то нажмите на паузу и внимательно ознакомьтесь. Ну а мы движемся дальше к более сложным моментам. Вы наверняка догадываетесь, что в разговорной речи мы используем очень часто сокращенный вариант the is. Но это еще не все. В неформальной устной речи the is часто употребляется с существительными формами множественного числа. То есть, например, There is lots of things to do. Столько всего нужно сделать. There is lots of people out there. Там очень много людей. И это будет звучать естественно. Не говорю, что сокращенную форму the ra вы нигде не встретите. Однако the is с существительными множественного числа встречается теперь довольно часто. Переходим к более сложным моментам с точки зрения грамматики. И начнем с того, что узнаем, когда именно мы можем употреблять этот оборот, помимо банальных и очевидных, как типа «на столе есть стакан». Далее обсудим, как используем этот оборот в других временах. Past simple, future simple, present perfect и с другими глаголами. Когда мы употребляем этот оборот? Не банальный случай. Когда в принципе что-то есть. Это не только про стакан на столе или про диван в комнате. Это в буквальном смысле про все. То есть, вместо того, чтобы сказать I have a problem, вы можете сказать There is a problem I need to talk to you about. Или столько всего надо сделать. Мы скажем There is lots of things to do. Или есть кое-что, что я хочу тебе сказать. There is something I need to tell you. И не забываем про вопросительные и отрицательные предложения. То есть, вместо того, чтобы сказать Do you have something to eat? Мы скажем Is there anything to eat? Есть что-нибудь поесть? Или, например Есть что-то, что я могу сделать? Is there anything I can do? Также и с отрицательными предложениями. Можно употреблять, когда чего-то нет. Даже если речь идет о способах решения, о проблемах, о задачах и иных подобных более сложных терминах. То есть, например Тут ничего не поделать. There isn't anything we can do here. С этим нет никакой проблемы. Мы скажем There isn't any problem with it. Отрицательные предложения также часто образуются с No or nothing. Например There is no such thing as unicorn. Единорогов не существует. There is no way to do that. Нет такого способа, чтобы это сделать. There is nothing wrong with it. С этим нет никаких проблем. И, конечно, мы должны с вами обсудить, как мы используем этот оборот в других временах. И если с past simple и future simple попроще, то в its present perfect иногда возникают трудности. Но на всякий случай пройдемся по всем часто используемым временам с этим оборотом. Past simple этот оборот выглядит так. There was, there were. Только если в настоящем времени мы используем эту конструкцию, когда у нас что-то есть или чего-то нет, то в случае с past simple мы говорим о том, что было или чего не было. Например На той вечеринке было много людей Была проблема, но мы смогли ее решить Там немного нужно было делать, поэтому мы быстро закончили. Той же логике следуем и с будущим временем. Future simple. Здесь конструкция выглядит так В будущем будет много неожиданных моментов, ты не можешь предвидеть все. There will be a lot of people at the conference, I'm absolutely sure. На конференции будет много людей, я абсолютно уверен. There won't be anything else. Больше ничего не будет. И теперь present perfect. Единственная сложность заключается в том, что оборот выглядит более громоздким. There has been, there have been. Но к этому быстро привыкаешь, особенно если учишься употреблять этот оборот в сокращенной форме и произнесешь его вслух, ну, хотя бы 10 раз. Поэтому я предлагаю вам повторять за мной каждый раз по предложениям. Я произнесла одно, вы нажимаете на паузу и повторяете за мной, стараясь скопировать мою интонацию. Это самое полезное упражнение, чтобы говорить быстрее. Потому что нам легче произнести то, что мы уже когда-то произносили вслух. Теперь к примерам. Произошло неожиданное изменение планов, поэтому новый дедлайн – вторник. Было сделано много улучшений, поэтому мы очень рады результату. Произошла надержка, и мы вынуждены начать на 10 минут позже. Было множество вопросов, но сейчас все в порядке. Этот оборот также может употребляться и с модальными глаголами в конструкции и другими глаголами. То есть и так далее. Теперь рассмотрим несколько примеров. Там могут быть напитки, если ты немного подождешь. There must be something I can do. Должно быть что-то, что я могу сделать. There seems to be some problems. Кажется, там некоторые проблемы. Could you be quiet? There happens to be a lecture going. Вы не могли бы быть потише? Идет лекция. There tends to be jealousy when a new little brother or sister comes along. Появляется ревность, когда маленькие братья и сестренка рождаются. В конце хотел бы добавить про ошибку, которую часто совершают с этим оборотом. Часто ошибаются, когда хотят сказать, например, там холодно и говорят there is cold. Но there is мы употребляем только, когда что-то есть. То есть обязательно должны быть какие-то существительные предложения. Есть что? There is cold. Есть холодный? Так не скажем. Там холодно? It's cold out there. Надеюсь, что сегодняшнее видео оказалось для вас полезным. Пишите в комментариях, что именно вам запомнилось и что нового вы узнали сегодня. И спасибо, что были с нами. See you soon!